это михаил лобковский я хочу поговорить о том как все хорошо все программы они конечно строится на обязательно на проблематике должно быть что-то плохо должна быть проблема должна быть драматургии иди посчитается это интересно для разговора я решил попробовать не знаю что из этого получится может я так просижу все время в тишине но решил и решил о том как все хорошо например у вас есть работа который вы любите его зарабатываете сколько вы хотите вас прекрасные отношения вообще довольны своей жизни вот собственно тема сегодняшнего разговора конечно к этим историям можно задать вопросы например вам что так повезло или вы такой человек что с вами должно быть именно так или вообще считаете что так должно быть у всех и вам даже странно что кто-то не может сказать что у него все хорошо а предполагаю что такая тема она более более место где-нибудь там в сша или каких-то европейских странах потому что в россии особый менталитет здесь не принято говорить что хорошо и даже когда хорошо люди боятся что потом будет плохо но я надеюсь что не все люди такие если у которых действительно все хорошо но вот у нас сообщение о джоша как он подписался гражданин россии он пишет все хорошо и мне хорошо это разные вещи все хорошо никогда не бывает это транквилизаторы всегда можно купить вот почему никогда не бывает все хорошо джош дорогой вы позвонили рассказали то есть вот большинство людей наверное так думают как вы что хорошо все хорошо никогда не бывает юля а что вы искали здравствуйте здрасьте ну почему же не бывает вот у меня например все хорошо поподробнее на этом месте но подробнее наверно плавно потому что когда все хорошо то очень много пунктов придется перечислять но я так чувствуете да что вам хорошо да я так чувствую и мне кажется что от того что я так чувствую мне как раз и хорошо может быть и можно было найти что-то совершенно категорически неподходящие но я стараюсь об этом не дали вот у меня тут есть такой интересный к вам вопрос вам хорошо от того что все получается ли вам хорошо вообще независимо ничего нужно ответить на этот вопрос думаю что 50 на 50 нет то есть в большой степени то что мне хорошо это мое личное ощущение от жизни вообще но в общем не ведет юля сколько вам лет вы так всю жизнь и в детстве таким были ребенком а что-то произошло в вашей жизни откуда у вас такое позитивное сознание вдруг обычно наоборот считается что чем человек старше тем как бы грустнее типа больше узнал и загрустил помимо маленького который составляет 5 мое счастье мне еще взрослый сын 19 лет и вот я могу на его примере на примере его друзей судить что они в общем очень часто бывают несчастны как раз в этом возрасте да там начиная где-то в 15 это не знаю еще какого переживает у меня все замечательно у меня прекрасная семья замечательный ребенок правда я не могу сколько я хочу то что это давать тебе в общем у нас довольно немного заработали преподаватель но зато да что преподаете я предлагаю философию культуры и для меня это большая радость я могу общаться со своими студентами интересует вы на машине едите давайте прощаться смотрите на дорогу или до свидания андрей из москвы пишет о зачем говорить о том что хорошо как то мои доти про мальчика раньше у нас все нормально было не вот я не знаю а зачем говорите вам андрея твичи а видите какое дело не все думают что все хорошо многие как же считаю что хорошо все не бывает в принципе и вообще не будем звать что мы живем достаточно депрессивной стране с людьми которые вообще привыкли к плохому больше чем хорошего для этого и надо об этом говорить потому что обсуждать 115 и проблем о том как все плохо я думаю вы сами устали константин двадцати лет после одной из ваших программ каждое утро начал вставать смысле что у меня все будет отлично действительно еще бы стала радовать с девушкой больше не ругаемся секс великолепно же не стал намного интереснее получаться стало все когда думаешь о хорошем спасибо вам огромный михаил кости вам тоже спасибо мне это приятно слышать ну наверно часть секрета вашем сообщении содержится я имею ввиду то что в жизни есть как бы плохое хорошим об этом разговаривали но настраивается на хорошее это возможность это хорошие получить но люди в силу разных причин просто не могут этого сделать они только начинают что-то хорошее сказать как бац и у них что-то плохое вылезает они не могут даже сосредоточиться на хорошем доктор вы не один я вас слушаю пишет борода стоп смысле что я не совсем один а смысл ему тоже хорошо и на все так хорошо шаш плакать хочется елена мне 43 я художник у меня живы родители сын женился родилась внучка со снохой ездил урок клуба есть секс любимым человеком как не может быть плохо мне супер лена вот через какое-то время нашей программы мне кажется люди разделятся на такие две истории первые о том мне хорошо потому что мне есть то-то 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 и то-то или мне хорошо просто потому что мне хорошо это очень интересные тоже мысли потому что для большинства из нас чтобы было хорошо надо чтобы что-то было например и об этом мы тоже много раз говорили многие из тех кто сейчас слушай думаю что это если у них денег было много вот точно было бы все хорошо они даже знали как изменился бы их жизнь женщины которые думают эти ваня сейчас вышли замуж или просто встретили бы какого-то парня это тоже бы изменил их жизнью тоже стало хорошо а плохо им потому что у них этого нет это люди их большинство которые напрямую связывают свое состояние с тем что у них происходит жизни а есть видимо совсем уже счастливые люди которые просто хорошо вот независимо безусловно как бы безусловно смысле без условий но поехали дальше счастья нет и есть достижение цели озвучить дорого пишет джош понятно вот джошуна порно продолжает наставить на том что все плохо и счастья нету и надо цели достигать кстати достижение цели сама идея она от того что чеку плохо рождается потому что когда человек не может радоваться жизни он придумывает себе то ради чего стоит жить считая что именно это сделает его жизнь осмысленной и радостной не всегда кстати срабатывает андрей бросила любовница хорошо потерял мобильных тоже неплохо главное что все было здорово всем хорошим в мире никто ты слушатель сделал такой двусмысленный комплимент он сказал михаил ну так здорово засыпается под вашу программу говоря программа чем это я не знаю засыпается хорошо очень хорошо тоже нехорошо пишет ован из саратова это тоже известный российский страх о том что если у вас все хорошо то будет что-то плохо и этот страх рождает вот такую формулировку что когда хорошо это плохо это известная известная идея илья из петербурга доброй ночи что вы как вы оцениваете свою жизнь илья ехали жилой услышали вашу передачу я сказал действительно вот мне понравится вот мне нравится на работу моя жизнь и вообще наверно самочувствующий в инфиде так вот думаю почему он так везет почему жена мне задает вопрос а как же так вот смотри вот эти проблемы там зарплаты на работе не фонтан все хорошо ребенка до сих пор нету и вот что-то как-то все и вот еду думаю блин а ведь правда и вот задумался чем-то может быть сильно может быть потому что я такой вот эпичный да вот вы как раз тот человек который имеет наверно благодаря родителям некую врожденную способность радоваться жизни ваша жена к сожалению этого лишена но это как про но это не обязательно напрямую с родителями но обычно в таких семьях где все именно психологически благополучно это не связано с наличием или отсутствием детей денег и всего остального да это такой позитивные в мироощущение взгляд на жизнь то легкий характер да вот у вас легкий характер жена кстати недовольна нагает отчет эти порадуешься тебя вот этого нет а вот этого нету у меня характер людям и тяжелее подпись оптимиста написано если вас все хорошо значит вы умерли это не так звучит это звучит если у вас ничего не болит вы умерли друзья мои вы обратите внимание при том что тема была задана о том как все хорошо сколько сообщений о том как все плохо на самом деле саратов петр 25 лет живется хорошо или очень хорошо хотя возникают трудности но не решается за счет позитива еще чтение юнга даже при небольшом заработке можно быть счастливым дмитрий даже если тебя что-то не так всем нужно говорить что все хорошо поскольку надо заряжать остальных позитивом для самому него настраиваться у меня все хорошо отношение такое в жизни хорошего и плохого ровно по ровно если циклиться на плохом не останется время на хорошие стас из москвы у нас не принято признаваться в успехе боятся сглазить пишет елена михаил как пребывать состоянии все хорошо если окружающих хотя чтобы так все было плохо прошивает вера вера если вы совершеннолетние сменить и окружающих вот и все на самом деле в россии достаточно непросто выживать людям с позитивом потому что кругом в подавляющей большинство так не настроены и это действительно проблемы некоторые а вот смотрите это джошуна там расписался вот еще одно сообщение прочту то что он тоже показательный он пишет вы спросите того кому было хорошо вчера ночи было ли вчера ночи все хорошо напомню произошло 3d т.п. которым погибли люди ясно мысль джоша и мысль ясно мысли в том смысле что вы из жизни выдергивайте только плохое вот вы этим живете это мне понятно люди погибли вчера люди погибнут завтра при этом в жизни который продолжает все что-то хорошее вы циклитесь только на смерть и видимо на болезнях на неудачах и так далее это я прекрасно понимаю но вы мне предлагаете взять эту смерть за основу как бы типа вот это и есть наша жизнь тоже очень жалко что вы так не относитесь я вам желаю чтобы вы может быть со временем переменили свой взгляд на жизнь али даже сложных ситуациях всегда понимая как не повезло что я уже мир так как я вижу грозным но прекрасно эдуард решил пошутить всегда хорошо это тоже плохо пойду съем лимон тим москва значит стихи видимо ты врача ко всему привык ты знаешь горечь всех людских потерь и новой жизни самый первый крик всегда думаю только хорошего некогда думать о чем-то плохом ведь вообще прекрасная штука но ведь у нас не так мало друзья мои миша из кирова с человеческой есть такой город перехал наташи это фамилия киров по мужчине в городе киров наташи даже не помнит и в кирове не было человеческой точки зрения у человека все хорошо естественное состояние почему для это должны быть еще основания миша дорогой это идеал сожалению таких людей совсем немного у которых хорошо просто потому что они себя так чувствует и их хорошо не привязаны ни к чему это их состояние но большинство людей испытывают хотя бы периода хорошего когда у них что-то в жизни хорошие происходит я не знаю что то вот то к чему они стремятся то что они хотели и так далее в чем проблема этого хорошего в том что она она подвязана под какие-то ситуации то есть получилось хорошо не получилось плохо вы становитесь зависимы от того что вы хотите понимаете а канал по хорошо безусловно вы уже ничего не зависит но от здоровья истока мы расстались с мужем но странно на душе хорошо ленусь а сыновей вырастила хороших с родными все эти и здоровье сносная работа по душе хотя платит немного левой встретить надеюсь мысли стараюсь выстрелить стараюсь позитивный мир для себя века и прочувствую себя счастливой виктор из петербурга для того чтобы познать что такое хорошо но сначала пожить семейной жизни а потом развестись вот она счастье но это таскать психология что называется виктор от противного друзья мои те кому не повезло в семейной жизни хочу вам напомнить что это ведь ваш выбор большинство из нас привыкли обвинять вторую половину и да вообще кого-либо в том что у них что-то не так но надо помнить о том что вы принижаете таким образом свою роль в жизни потому что вы не можете сказать вам не повезло с работой зарплаты и женой или сексом все это производные ваших рук это то что вы сделали в своей жизни для себя вы лично выбрали себе мужа или жену работа образования страну и все остальное и если вам что-то в этом не нравится то конструктивно понять а что не так было в самом вашем выборе что вы сделали не так что вы не поняли про работу про человека про что угодно потому что если всю жизнь искать виновных своих проблемах то вы так и будете обижены всю жизнь вы никогда не поймете в чем реальные причины этих проблем вы будете думать что вы несчастны что вам жалко себя что ваша жизнь зависит от других людей от обстоятельств и так далее это снимает доля ответственности с человека кроме всего прочего жалость она вообще такая вещь не очень приятный на самом деле потому что она принижает как бы ваши человеческие возможности вы получаетесь таким пассивным существом над которыми не знаю экспериментирует которому делают плохо он страдает от этого вы как бы не принимаете в этом участие вы не можете выйти из этой ситуации вы не можете по-другому начать жить поэтому я думаю что может быть нет смысла себя жалеть или искать виноватых а дмитрий екатеринбурга пишет смейся весь мир засмеется с тобой плачь и будешь плакать в одиночестве но в россии между прочим дмитрий не в одиночестве будешь плакать всегда поддержит это мое мнение у нас любят поплакать для того чтобы было все хорошо надо чтобы не было явно плохого туда пилис преодолеет все андрей из москвы так хочет сказать андрей пока же дурак может попробовать все было хорошо когда все не очень хорошо евгений 26 лет у меня сейчас все хорошо раньше было плохо но меньше не изменилось в жизни только изменил меня и своей психологии я сам создаю себе позитивное сознание это не так просто я шел к нему много лет причем я программирую себя так что никакие неудачи меня не пугает молодец евгений вы молодец но это еще фрейд заметил 6 ты не можешь изменить проблему ты можешь изменить отношение к ней алина пишет загорелась позитивным сознанием у меня все потихоньку получается молодец алина влад 49 лет по друзья мои вы просто превзошли мои ожидания я просто рад что так у нас все происходит даже не ожидал вам честно скажу а ведь действительно все хорошо работа трудно и вы меня за нее гордость детям из тут закончили работают ну наконец обучил всем премудростям секса себя тащила от лицемерий перед другими избавился с трудом от зависти и жадности т.п. не захватить влад 49 лет марина 48 лет петербург сна и вырастила хороших с родными все эти и здоровье сносная работа по душе а этому уже читали николай из москвы пишет на вопрос как же не отвечаю все хорошо чем радуюсь окружает спрашивающих они говорят что приятно слышь такой ответ николай вот давайте спросим наших слушателей они все говорят что все хорошо когда спрашивают друзья мои вот честно но в россии у нас нет этого выражения хаваю у нас как-то все привет здравствуйте да у нас так не очень принято обращаться принципе но тем не менее иногда наши знакомые друзья и родственники нас спрашивают как дела вот интересно что мы на самом деле мы отвечаем это что мы отвечаем это это что мы сами думаем о своей жизни и это как мы хотим представить глазах спрашивающего друзья мои если у вас есть какие-то соображения позвоните расскажите как вы отвечаете на этот вопрос флор из петербурга здравствуйте здравствуйте вот я не хотела звонить но как-то мне это тронуло вот счастлива несчастлива все хорошо нехорошо но как-то в этот вопрос вам не кажется что он такой примитивно для одноклеточных как может быть хорошо у кто на чем зацикливался у кого секс вот хорошо тут горит я счастлив а другой говорит вот денег много я счастлива счастлив но я вот и и но вот я лично этого не понимаю я например пошла магазин вышла сидит собака бездомная я полкило фарша покуплю дам и мне хочется кому-то помочь бомж какой-то идет что-то по моему мне вот например я счастлив когда кому-то помогаю я не понимаю как можно быть счастливым просто в хорошем сексом хорошим пирогом одетом а потом и быть счастливым это же я этого не понимаю понятно флор дайте поговорим о том чего вы не понимаете вот тут я еще написал лучшая подруга заболела онкология как тут радоваться вы говорите про бездомную собаку как жить вообще да в ситуации когда кругом онкологии бездомные собаки флоры вы об этом хотите спросить а когда все хорошо и сексах вы сказали и деньги это просто для одноклеточных дайте поговорим об этом а что вы делаете когда вы видите бездомную собаку и просто покупаете и фаш вы кормите а а а что еще нужно сделать вот я на у нее подруга заболела я на может навещать подругу помогать подруге спросить что и надо то есть как пытаться как-то облегчить ее жизнь но есть люди которые действительно любят страдать они не кормят собаку они хотят чтобы они в глазах была вселенская скорбь то есть они будут ходить мимо собак вздыхать причитать надо кстати не покормит собаку зато придут домой буду долго рассказывать какие несчастные собаки а человек которому хорошо вообще деятельный он помогает у него это автоматически происходит то как флора об этом говорит такое впечатление что ей просто плохо но когда она видит существо которому еще хуже и она ему помогает и становится лучше вроде бы ничего но это достаточно ущербная психология дело в том что друзья мои чтобы вы знали как например работают нищие как они побираются да что срабатывает почему мы даем милостыню но может быть один процент дающих милости действительно хочет им помочь 99 процентов и делают это и страха что это может случиться с ними и и они типа откупаются от своего страха до что я ему сейчас деньги дам он как бы от голода не помрет и со мной такого не случится есть но это подсознательно происходит никто эти формула в голове не проговаривают когда деньги вынимают тем не менее это изученный вопрос на чувстве вины на чувстве страха построена история с подаяниями флора дорогая а почему нельзя радоваться жизни и одновременно купить собаке полкило фарша почему в вашей голове эти две вещи несовместимы то есть или я должна страдать за всех собак и покупая фарш я должна рвать сердце на куски и только когда собака начнет есть я более-менее отдохну душой пойму что я что-то хорошее сделали у нее вроде неплохо почему через хорошее сделал это нормально для счастливого человека помочь собаке это нормально не от этого не подвига делать не рассказывать как всем собакам в мире плохо потому что эти час от собак придем бездомным детям жалко детей установите ребенка без фанатизма не надо при этом говорить как вы все в горе пребываете от того что несчастные дети просто возьмите заберите одного к себе домой закройте эту тему но у нас люди очень часто такие как флоры любят именно пострадать они не могут быть счастливы когда кругом вот такое такая философия я очень переживаю за яма и от того что я подруга заболела радоваться здесь я на абсолютно нечему но для того чтобы жить было легче можно просто сделать то что можно сделать для подруги и все а шот пишет don't worry be happy но если все так могли сделать говорить было бы не о чем лена из москвы и здрасте михаил мне практически всегда хорошо за исключением катастроф так как я оптимист и жизнь ощущая как приключение спасибо длину москва то они у меня с личной жизни все хорошо но считаю что мне повезло я верю в везение здравствуйте так зала вашей передачи тема разочаровала о вот это интересно тема разочаровала обостроение чувствуешь свои проблемы когда всем хорошо они из ярославля но я уже принес извинения вот таким слушателям как они они не хотела вас разочаровать или огорчать вам бы чем обособляться в своей плохости лучше бы приобщиться хорошему может получиться они попробуйте не выключаете марина доброй ночи но скоро же день будет что как оценивать и свою жизнь марина в общем у меня все хорошо и что я хотя немало проблем какие у вас проблема расскажите но не хотел например о том сказать что у меня у ребенка огромный проблем со здоровьем были вот это так как мы два года сможем не знаю как пережили это время вообще очень сложно для нас было после этого видим мы переоценили все другие проблемы и сейчас они кажется совсем не таким то смыть от радость потому что ребенка все хорошо благодаря все здоровьем ребенка сейчас направилась вообще способна радоваться жизнью просто так есть у вас такая черта хао конечно например я огромное удовольствие от спорта получаемая спортивная семья и стараемся возможности выбираться куда-то вот подкуп на каток на роликах в общем огромное удовольствие вас вот например куча но здорово спасибо что позвонили вы знаете друзья что я хочу сказать естественно и сейчас возникнут такие сообщения и звонки и они уже собственно были а действительно как быть людям у которых но объективно проблема родные болеют сами они может быть нездоровы и так далее а как живут тогда хочу спросить люди со счастливым характером в такой же ситуации да вы знаете они как правило люди деятельные и они все равно оптимисты они пытаются просто что-то сделать они не пытаются рвать на себе волосы причитать они просто что-то пытаются сделать не знаю прийти в больницу навестить водить все как врачу если у них самих что-то болит они тоже не будут долго переживать они начнут лечиться у них есть желание избавиться от плохого и жить хорошо получать удовольствие если их близким плохо они будут помогать вы знаете я и среди врачей очень много встречал таких оптимистов которые по нашей логике да все жизнь имеют дело со страданиями работают например больница кто-то в реанимации кто-то хирургии люди умирают но и у них задача не страдать вместе с больными а лечить больных это немножко разные вещи я знаю что очень многие думаешь это невозможно да что если кругом вот такое творится то как тут ты будешь счастливым тем не менее друзья это реально это характер определенный все раз главное более до делаю проект утром сдавил война если хорошо ростом из питера ростом из питера хорошо когда он избавляется от плохого это тоже определенной психологии ростом подумайте об этом олег из саратова мне недавно написала старая подруга я ее отшил у нее ребенок не отменяя гражданский муж правда как я ее отшил почувствовать себя полной сволочью олег судя по этому письму жизни не сильно рад алексей сперми я раньше много пил и все было плохо а потом бросил теперь все отличный бизнес доходы семья и прочее вообще все зависит от подхода если восприятие жизни позитивную тоже нехороша константин из петербурга пишет мне хорошо несмотря на формальное одиночество позитивное сознание рулит все лучшее впереди возможности для сама актуализация дофига это опять вера если несовершеннолетним не 16 не помню вера чем был вопрос она вот все жалуются работа любимый но малооплачиваемая если вы чек а самое главное здоровье все хорошо здоровье конечно для того чтобы себя чувствовать хорошо надо иметь человеческой точки зрения человека все хорошо естественно и состоянием чего для это должно быть еще основание спешит миша из кирова миша не все так просто саратов пётр если вас все по-настоящему хорошо если у всех было все по-настоящему хорошо вам уважаемыми как стоит посменить профессии чаще бы слышал слышать вас в эфире не знаю я кстати думаю сменить профессию потому что работать психологом и когда у тебя все хорошо достаточно затруднительно а то что касается эфира то я собственно сижу эфире потому что я психолог стонать это мыть но по уважительной причине улыбается нам гадо из овенбурга киров город холожской области юра спасибо юра эдуард у меня вообще праздник окончательно дошло преданность неверно сюда отступает перед практицизмом и выгодой хейли мешал удоверчиво страшно теперь будет гораздо проще эдуард давайте без кумиров ахили нам не авторитет хорош писатель но говорить о том что практицизм и выгода лучше чем переданности что-то там еще я бы не ста да вот кстати резонный вопрос если думать о всем плохом мире разве что-то изменить и зачем депрессировать пустая трата эмоций золотые слова если вы будете думать долго наводнение и землетрясениях они друзьям и от этого не прекратятся точно а нервы вы все попортите аида не просто хорошо а самого детства постоянно ощущение счастья подозреваешь это какой-то редкий ген совершенно не зависит от внешнего мира галя зеренбурга пирс археолог самый лучший муж чем женщина стареет тем больше он где интересуется бородам и мобильных упал ванной не сломался позитив вот кстати да вот еще состоят эти жизненные детали у кого-то упал мобильник но вот у нее проблема психологическая а вот борода вынул мобильник работает уже радость он уже не помню что он вообще упал ванну вероника из москвы у меня все отлично ощущая себя счастливы даже все кругом разные иногда накрывает я радуюсь даря счастье это получается хотя много трудностей было есть это не влияет на состояние моей души слава богу за все стас чтобы хорошо жить на свете надо стать вини пухом на антидепрессантах но я вам так скажу стас каждой шутки из доли шутки если вы себя плохо чувствуете если вы не получаете удовольствие от жизни потому что вас депрессия вам надо пить антидепрессанты совершенно верно да это так гарик пишет психология не разбирает хорошесть она приводит к ним часто будет от вы как долг то есть сегодня не а психология речь просто о жизни жкх и автоспорте но горит не жкх автоспорте мы не говорим вы знаете насчет психология горьих прав цель психология чтобы человек жил в гармонии с собой и с окружающим миром самое интересное что в россии все при но как-то у нас принято кидаться сразу на мир на любой мир на кремль на внешних врагов на внутренних на самом деле кидаться надо на себя до тех пор пока вы не чувствуете любви в самом себе к самому себе пока вы не испытываете гармонии от самого себя вам ничего нравится не будет это исключено вы не можете не любить себя и любить других так не бывает ирина из петербурга здравствуйте я та самая счастливая женщина который испытывает наслаждение и удовольствие от каждого прожитого не только дня но и минуты наверно у меня такой характер я считаю что меня так воспитали родители мои бабушки и дедушки я стараюсь передавать это расскажите что было бабушки и дедушки вы знаете совсем не богатые были и с одной и с другой стороны то есть наоборот раскулачены репрессированы но вместе с тем прожили очень счастливую жизнь таскать и бабушка папина у нее было восемь детей она была домохозяйка девушка журналист вот и я росла в этой семье вот до шести лет потом мы переехали в санкт-петербург вы про родители не говорите инженеры нет они спрашивают чем они занимаются не был тоже такой же характер тоже такой же характер 1 в семья я одна в семье но у меня очень много двоюродных братьев и сестер им очень дружим интересно и генетически распространяется ваши родственники тоже имеют такой характер это абсолютно точно вы можете как человек позитивный сравнить как выглядит в вашем понимании люди негативные вот эти я например начиная какое-то дело всегда представляю что она завершена положительно а вот люди которые пессимисты они почему-то прежде всего думают о том ох это не получится или как это плохо или я обязательно заболею если я туда поеду пойду и так далее это не значит что я не болел или не болели мои дети трое детей кстати я хотел об этом тоже спроси ваш муж такой же человек как вы у меня было три мужа я со всеми дружу в данный момент я не замужем но я не одинока а вот ну вот если вас будут не более три мужа они по характеру вам как-то соответствовали то есть тоже имели легких а да да а дети как и дети такие же вот давайте как-то попробуем какой-то вывод из этого сделать как вы считаете это что действительно генетика так вы генетика но если человек вокруг себя встречает вот таких положительных людей он старается позже изменять себя вы знаете насчет встречаем я есть такая мысль что подобный конечно притягивает подобные люди негативные конечно же притягивает негативные более того друзья мои недавно столкнулся с такими интересными вещами вы можете попасть на работу где вот вот руководство начиная вот все пронизано негативом вот все в депрессии вот все такая обстановка нервный там все орут все конфликту и друг с другом а на другую работа пришли а там вот тише и гладь и вообще все улыбается все радуются и почему шанс у всех как бы одинаково да вы можете туда и туда попасть но как-то вот депрессивные с депрессивными уживается а позитивные с позитивными а позитивность депрессивным очень плохо уживается но чувствуется что они прямо вот не вместе как бы они не могут существовать то что касается мужей и жен но не бывает ситуация когда один супруг вот такой реально божий одуван а другой просто монстр один радуется жизни другого всеми топит говорит как все плохо все-таки люди ищут себе подобные нот интуитивно ищет это на подсознательном уровне происходит это не специально кто-то придумывает и вот то что игра очень интересный был звонок сказала что ну данная генетика если вся родня бабушка дедушка двоюродные братья сестры и даже три мужа и тоже о чем-то говорит лену и 25 лет что она пишет как-то я осознала что я не позволяю быть себе счастливой сама чувствовал работа я не достойно этого не заслуживаю могут ли быть корни этого в комплексе в комплекс вины как с этим быть очень хочу преодолеть лена это к сожалению или генетические или приобретенные в детстве от родителей это может быть и чувство вины это может быть еще более постоянного чувство страха что не то что даже не заслуживаю недостойное а что будет все плохо если будет весь я буду счастлива придется за это короче расплачиваться и это серьезная психологическая проблема преодолеть можно тогда это надо заниматься психотерапией это очень сложная проблема потому что она появилась в далеком детстве и так на подкорку и легла теперь когда вы взрослый человек это очень сложно дойти до корней и жить себе эту ситуацию к сожалению так много люди крестятся сплевывают три раза стучат по дереву понимать сколько таракана в голове который не дает возможность человеку быть счастливым люди реально пугаться начинает когда у них все хорошо это серьезные проблемы и конечно в когда чекает что недостойнка шансе не любит этим тоже над ними и этим а этим надо заниматься джошь бедный уже прямо разразился ли не даже про фашистов вспомнил джошь возьмите все же успокойтесь и у вас будет хорошо страдание о страдании подают людям глубину очищает их об этом достоевский писал бред сивой кобыл страдания ничего хорошего никому не дают ни от кого они не очищают зато не порождают страх как любое страдание валерия павловна доброй ночи ой доброй ночи значит позвонил вам по одной единственной причине только потому в ответ на вашу последнюю реплику что не бывает так чтобы радостный совмещался с нерадостным вот у нас такой совершенно редкий вариант я идиотки совершенно оптимист а муж жуткий пессимист порочных вместе 37 лет не знаю кому из нас тяжелее мне или переносить его пессимизм или мой идиотский оптимизм но живем вы знаете я вам так скажу и значит была какая-то причина не все так гладко из-за чего вы с человеком который вас говоря по-русски напрягает уже 30 лет как вы сами говорите люди которым хорошо они стремятся к тому что им было хорошо если что-то нехорошо нет этого уходит они не влезают в это значит при всей таскать гладкости поверхности есть какие шероховатости есть причины за чего это так марина из самара меня каленок в ухо перечмокивает во сне хорошо любите от души людей жалейте животных помогает всем не делом так словом вообще любите жизнь туда все будет хорошо марина из петербурга кстати друзья мои действительно делать что-то хорошее это тоже способствует а когда вас вы будете счастливы у вас это будет просто автоматически даже думать об этом не будете ева тоже боится состоянии счастья когда мне все было хорошо всем нужно что-то от меня вот видите как как люди это в голове и все люди много вредили сейчас что с меня взять все осары как только успех снова задерут с расспросами его психологу и чем быстрее тем лучше соня здравствуйте здравствуйте михаил очень приятно с вами поговорить поговорить вот я с ними не придачу слышу реплику о том что стоит побывать в браке чтобы понять что счастье есть развестись он написал и стоит для этого развестись вот это как раз мой вариант мне двадцать три года я побыла в браке почти два года вот когда туда вылезла я поняла что можно жить счастливо ну чтобы как-то залезли да я туда залезла наверное потому что потому что оправдывала всеобщее ожидание потому что не достигнут красивая пара хорошо быть замужем а сами-то этого хотели скорее нет просто я в этом себе не признавалась думать что это малолезство так произошло я думаю потому что я хотела чтобы всем было хорошо у вас эта проблема есть и сейчас вы хотите что всем было хорошо но сейчас меня это уже будет меньше беспокоит я хочу сейчас чтобы не было хорошо всем это кому но у родители прежде всего этот человек тоже вот но тоже не любовь к себе в этом соне проявляется потому что во первых нельзя что всем было хорошо если плохо потому что не может это хорошо вы действует а логически продолжит эту мысль чек не может быть хорошо от того что кому-то плохо тем более не просто кому-то там родной дочери поэтому тут попрос том что хорошо может если вам хорошо но дай бог что вы больше такие ситуации не попадали знакомый запретила себе думать о плохом мол у нее все будет так хорошо на возраста ненормальный период нервному срыва ваше мнение андрея из питера не надо себе не запрещать не разрешать вообще не об этом речь идет жизнь друзья мои она как бы нейтрально наше отношение к ней это то что мы о ней думаем вот джоша бедному она представляется чередой смертей и болезней катастрофы фашистов но что я могу чем я могу парни помочь на воле он еще и упорствует в этом были люди которые звонили говорили что это для одноклеточных многоклеточные должны страдать это по какой-то причине очищает кстати самого достойнёвского это не очистила сам достойнёвский как вы знаете преобразился исключительно после того что смертную казнь заменили тюрьмой и там собственное преображение по прошло исключительно конечно почве страха не все так просто друзья мои не все так просто вот отсутствие внутреннего конфликта внутри человека любовь к себе и естественно как производные этого любовь к окружающим вот то что делает человека счастливым это что дает возможность радоваться жизни психологи считают что невозможность радоваться жизни это уже проблема психологически это не черта характера это не психологическая особенность это не индивидуальные качества это как болезнь да вот есть люди которые например незрячие они не видят мы не говорим что они особенные мы говорим вот человек инвалид он не может видеть есть люди которые не могут ходить инвалиды коляточники мы не говорим что они особенные что у них такой интересный психотик мы говорим они больные они инвалиды но когда нам плохо когда мы не можем получить удовольствие от жизни мы не говорим что мы болеем мы не говорим что мы инвалиды мы говорим вот мы такие вот такая особенность у нас но друзья мои хочется прожить тоже не в радости они в особенностях подумайте об этом а мы можем быть счастливыми и для этого есть все возможности надо просто еще и захотеть этого проблем еще заключается в том что многие этого не хотят они настолько жились в свое плохое они к нему привыкли что они вообще не очень понимают о чем этот разговор им как-то спокойнее и удобнее в том виде в котором они боятся в котором они живут тем более не могут бояться что от хорошего станет плохо я желаю что вам было хорошо что вы были счастливы хотя бы обрели душевный покой и прощай с вами